Всем привет, вы на канале Черри Такси, с вами Лишняк Владимир. Ребят, сейчас была ситуация с пассажиром. Я вам ее сейчас покажу, но сама суть ролика будет не о конкретной ситуации, а о черном списке, о котором многие слышали. Но Яндекс его долго не вводил. Подаю машину, звонит пассажирка и сообщает информацию, что она вся мокрая. Что мне с этим делать? Да, я в курсе, это вы бросались под машину с напитком? Ну я не бросалась, я хотела сесть, потому что дождь идет. Я помню, машину нельзя с напитком. Нельзя? Нет. Но я бы выкинула его, все проблема. В том, что вам не нравится, то, что его надо выбросить. Ну давайте я его оставлю на улице, то есть сяду в машину. В чем проблема? Нет, вам лучше заказать машинку, где вы сможете делать то, что вам захочется. После разговора вы сможете оценить работу специалиста службы поддержки. Меня зовут Назаревич, могу вам помочь. Добрый день, Наталья. У нас проблемы на заказе. Так, на сейчас активном заказе, правильном? Да, тут пассажирка в неадекватном состоянии. Ну можете послушать, первый звонок мне. То есть она звонила еще до того, как я подал машину. Собственно, я не знаю, что ей на это ответить. И когда я приехала, она бросилась под колеса. В руках у нее баночка с напитком. Ну, как-то не в себе. Я просто боюсь за безопасность нашего движения, поэтому не смогу выполнить данную поездку. Так, поняла. Сейчас проверяю всю информацию по заказу. Ждайте, пожалуйста, вернусь к вам. По которой заождение я проверила информацию тогда. То есть у меня такая вот ситуация, неприятное поведение со стороны клиента. Зафиксирую тогда обязательно эту информацию по поводу такого поведения. Для команды качества будем обязательно рассматривать поездки этого пассажира и принимать меры. В этом случае вам от меня заказ тогда стоит именно по правилам сервиса, для того, чтобы баллы активности не поменять. Ой, не потерять, прошлое ощущение. Но информация по поводу клиента обязательно вместо зафиксирую. Будем тогда это учитывать и не учреду. Да, я в курсе. Хорошо, спасибо, всего доброго. А, кстати, у вас же там есть функция... У вас же там есть функция больше не получать заказы от данного пассажира, да? Да, но, по-моему, не всегда есть. Но я зафиксирую пожелания, чтобы заказы от этого... В смысле, не всегда есть? Здравствуйте, а у вас такого функционала нету, чтобы поставить отметку, чтобы этот пассажир больше не попадался? Вот так. Сейчас я утащу, отождаюте, пожалуйста, вернусь к вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Благодарю за ожидание, прошу прощения, что немножечко ты заинформировал вас, тогда связь будет разорвана с этим клиентом. Да, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Иногда я рассказывал нам сказки, что вы больше не встретитесь с этим пассажиром. Потом вроде как начал тестировать систему, что действительно можно сделать блок и не присылать пассажира водителю. Но это все было в каком-то таком сумбурном варианте, потому что сам черный список, он не жизнеспособный. То есть, когда мне в комментариях пишут, что вот, занести в черный список и так далее, эта схема не работает. Не работает она в Москве в повышенных тарифах, потому что это довольно узкий круг людей. Не работает она в регионах, где есть маленькие города, где мало водителей, мало клиентов. И если всех вносить в черные списки, то будет очень долгое ожидание. Ну, короче, работы не будет. И с точки зрения продаж Яндекса это очень неудобно. Если вы думаете о водителях, нет, о водителях никто по-прежнему не думает. Это все нужно только для Яндекса. Так вот, сейчас была ситуация, в которой я вижу пассажирку, которая в любом случае будет проблемной и дальше. То есть, если вчера, ну, те, кто подписан на телеграм-канал, видели отмену с неадекватными пассажирами, пьяные, вчетвером, с алкоголем, и я попросил не включать их в черный список, потому что, когда они будут трезвые, возможно, они будут вести себя иначе. Вот. А сегодня пассажирка, ну, она или под чем-то, или просто вот она такая есть. И я понимаю, что, ну, как бы, я не хочу больше проблем с этой пассажиркой, и я хочу ее внести для себя в черный список. Как это работает? Значит, первое. Сейчас у некоторых водителей уже появляется кнопка «Не получать больше заказа от этого пассажира», когда вы ставите пассажиру одну звезду и указываете грубое общение. Некоторым водителям это уже доступно в тестовом режиме. Вот. Чем эта система лучше, чем просто черный список? Тем, что водитель, один конкретный водитель, не все водители будут не получать заказы от этого пассажира, а один конкретный. Потому что есть такие нюансы, когда пассажир ведет себя некорректно, но не для всех водителей, а для одного конкретного водителя. Вот их менталитеты не сошлись. Здесь у этого, допустим, есть обучение, в смысле воспитание, в котором неприемлемо вот такое поведение. А у пассажира вот это поведение, оно считается нормой, он не понимает, что не так. И вот этих два человека, они, если не будут встречаться, то все будут счастливы. А у других водителей может не быть таких ожиданий от клиента. И Яндекс тестирует такую систему, в которой можно развести вот эту проблему, и дальше остальные водители будут нормально возить этого пассажира. Причем это работает не только на каких-то национальных моментах, но это работает еще и по другим факторам. Например, есть водители, которые не повезут пассажира, который ведет себя вот так, как вот эта пассажирка. С напитками, с матами, с каким-то неадекватным поведением. Дальше в машине это блютуз, это вот эти матерные песни и так далее. И водитель, ну, он просто не поедет. Он найдет способ, как не повезти этого пассажира. Поэтому заставлять его это делать, это просто трата времени, денег, там, времени поддержки, ну и так далее. А в итоге повезет все равно другой водитель. Так можно просто упростить систему этого водителя, к этому пассажиру больше не присылать. И все. А тот другой водитель, который сейчас приедет за этой пассажиркой, он ее же отвезет, и у него нету претензий к этому. Ее вот это вот неадекватное поведение его устраивает. Вот, и все, и пусть возят друг друга. Все хорошо. Не будет его рядышком, поедет другой. Не повезло, опять черный список, повезло, значит, уже два водителя будут возить этого пассажира. Таким образом, пассажиры и водители найдут друг друга, и все будут счастливы. Вот, это первое. Второе. Я считаю, что, то есть, я вчера на пробежке в телеге рассказывал, что это первое изменение в Яндексе, которое, я считаю, достойно похвалы. Остальные были реализованы, естественно, без учета интересов водителя, а здесь, ну, как бы, это нужно Яндексу, но водитель при этом остается в плюсе. Вот. Единственное, хотелось бы попросить Яндекс, Яндекс же смотрит наши ролики, правда, чтобы добавили некое изменение, например, вот эта пассажирка, она в разговоре задала вопрос, а с напитками нельзя, то есть, для нее это нонсенс. Ну, я-то понимаю, почему, потому что водители в бизнес-классе не могут ей сказать нет и везут ее с напитками, и она считает, что это нормально, и лезет и ко мне в машину с этими напитками. А я так не считаю. Вот. И для нее это было открытие, то есть, она говорит, нельзя. Так вот, когда она узнала, что нельзя, и если она столкнется еще пару раз с такими же историями, она может действительно задуматься, что, ну, такси это не столовая, и что при движении на скорости, там, 130 км в час действительно можно что-то разлить, испортить салон, и это будет, ну, то есть, она может задуматься о том, о чем никогда в жизни не задумывалась, и может больше так не делать, то есть, перестать так делать. Соответственно, тогда ее водители будут оценивать выше, чем сейчас, и тогда ее рейтинг поползет вверх. Так вот, было бы неплохо Яндексу таким пассажирам, то есть, если я кому-то поставил черный список, и потом он мне попадается через какое-то время, сказать, Владимир, вы забанили этого пассажира, но вы можете принять заказ, если хотите. Сейчас рейтинг пассажира, там, 4.9. Я, вот я лично возьму такого пассажира и проверю, все ли хорошо. То есть, для меня это повод разбанить такого пассажира, и начать возить его, тем самым улучшая сервис, тем самым уменьшая время подачи для пассажира, тем самым увеличивая свой заработок, потому что без этого заказа я там больше ждал бы, я сейчас на ожидании стою. То есть, с тех пор, как я ее не повез, я еще не получил заказ. И для пассажира хорошо, он узнал, как на самом деле принято вести себя в обществе и перестал быть свиньей, тоже хорошо. Вот, поэтому Яндекс, если слышишь, имей в виду, можно сделать такую штуку. То есть, если потом он не попадается, пишешь, Владимир, желаете или нафиг? Я смотрю, заказов много, думаю, не нафиг. Смотрю, заказов не хватает, а рейтинг подрос, думаю, ну, давайте попробуем. Вот, и таким образом можно исключить потом этого пассажира из своего черного списка. Как-то так. В общем, всем удачи, всем хороших, адекватных пассажиров и хороших заработков. Ну и напоследок капелька позитива, а то действительно у многих складывается впечатление, что в такси одни неадекваты ездят. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Это водитель беспокоит вас. Вы вызвали машинку на полосу для общественного транспорта на противоостановке. А вы вызвали бы не такси, а бизнес-класс, который не может доезжать на полосу для общественного транспорта. Поэтому вам лучше дойти до ближайшего съезда. То есть в сторону области, там буквально через метров пятьдесят, даже меньше, наверное, есть съезд. Это вот киевский Бургер Кинг, да, вон там он. Да, любой съезд, там, где разрыв идет этой полосы, там можно будет съесть в машину. Да, да, здесь как раз тогда дальше от точки, вот Бургер Кинг и все, я тогда там буду. Да, хорошо. Ага, спасибо большое. Добрый день. Спасибо большое, что тут попридели. Так, не закрыла? Нет, на Акашерской часа, да? Опять не закрыла. Да, надо сильнее. Спасибо. Да, на Акашерской часа. Сейчас я открою. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.